Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 января, день Ермила, назван в честь святых мучеников Ермила и Стратоника. Ермила был диаконом во время гонений на христиан. Его выдали, подвергли лютым мучениям, которые он стойко выдержал. Ангел, посланный Господом, укреплял и наставлял, чтобы он был мужествен. А за страдания получишь пресвятой венец свыше. Сторожем мученик был Стратоник, тайный христианин и друг Ермила. Видя страдания мученика, он решился сам пойти на них и получил венец свыше. Простой народ сегодня отмечал Еремин день. Это произношение ближе русскому народу. Обычно в это время были сильные морозы. Народ сидел дома, оберегая себя от болезней холода, то есть простуды и болезней суставов. Даже была такая поговорка. Кто лежит на Ерему на печи, болеть не будет. Кто на улицу выйдет, лихорадку встретит. Поэтому крестьяне сегодня не работали, а грелись на печи. А чтобы не скучно было, развлекали друг друга шутками и прибаутками. Наблюдали за животными, особенно кошками. Приметы. Если кошка свернулась в клубок, это к морозу. Если скребет стену или пол, это к метели. Если подтягивается и спокойно, это к потеплению. Место, где лежала кошка, наделено особыми свойствами, которые помогают бороться с усталостью и болезнями. Поэтому сегодня больного человека сажали на место, где любила лежать кошка, чтобы он выздоровел. Чтобы маленький ребенок хорошо спал, нужно посадить к нему в кроватку кошку. А после этого класть ребенка спать. Теперь ребенок весь год будет хорошо спать. Кто сегодня уснет рядом с кошкой, тот может ума лишиться. Если под окном щебечет синица, это крайне весне. Что? Мы используем крахмал. На самом деле, во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар. И это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, мы с вами можем для этого приготовить майонез. Соус? Да. Но если только быстро. Быстро? Очень быстро, да. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать. Если хотите кислый, можем кислый. А если хотим соленый? Если хотите соленый, значит, тогда надо добавить морскую капусточку. А-а-а! Вот так, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку, которую с вами будем смешивать. Лимонный сок. И мы с вами сделаем сладкий. Вот так, раз, 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 выдавили. Выдавили. Теперь сюда добавляем мед. Это особенно полезно для детей. Вы знаете, есть такие сладкоежки. Вот, немного. Немного, отлично. Так, давайте помешаем. Давай. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой. Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого, чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как мы добавляем чеснока. Ну, давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и все. Давайте немножечко, да, вариант лимоном. И можем добавить немножечко маслица, если желаете. Ну, давайте уж тогда и без маслица. Хорошо. А здоровительное во время поста давайте только красиво, красиво. Вот это уберем. Геннадий Петрович, давайте расстелим праздничные наши салфетки. Давайте. И произнеся короткую, честную, искреннюю молитву. Давайте я уберу, а вы? Приступим. Приступим, попробуем наш салат. Это вам, это мне. И смотрите, вилка-то упала точно. К нам присоединились. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает. Точно так же, как и вы, угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат. Помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время поста. И поэтому будете уже осознанно его использовать для своего собственного оздоровления. Поэтому будете осознанно использовать его для своего собственного оздоровления. Итак. А какая молитва у нас будет? Господи, спасибо за пищу, которую нам посылаешь. Приятного аппетита. Приятного. Пахнет вкусно. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расширяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта, это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазов. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы, обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Продолжение следует...